Девушки отдыхают 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 Если бы была настоящая демократия, то было бы здорово. Нынешнее поколение россиян тяжелой царской длани не знает. Однако поговаривают, что тяга к монархии у нас в крови. Интересно, так ли это? Издревле Россия считалась монархическим государством. С одной стороны, конечно, я считаю, что нужно России власть монархическую. Но сейчас во всем мире такая ситуация, что это неактуально. Такой своеобразный у нас такой путь. И к чему это приведет, я считаю, время покажет. Но если о монархии говорить, то сейчас уже это поздно, конечно. Было все нормально при советской власти. Все было бы движение по лестнице. Заслуживает человек, ну и его продвигает. А сейчас неизвестно, кого там выбираем и что выбираем. Нет, нужны обязательно выборы. И чтобы выборы были красивые, достойные. Всегда должен быть выбор. Конечно, выборы нужны. Каждый человек должен выбирать сам за себя. За него никто решать ничего не должен. Я так считаю. Какие пути вы видите для того, чтобы была именно грамотная элита, именно заботящаяся о, ну в случае с демократическим правлением, заботящаяся о народе? Первое, о чем мы говорим, что лидер должен любить тех людей, которыми он работает. Лидер should be able to be a good delegator. Кроме того, он должен быть делегатром, он должен уметь передавать полномочиям. Лидер should lead by higher principles. The leader should lead from the inside out. Have good character lead inside by deep, deep understanding. Лидер должна быть как внутренняя жизнь, так и его внешняя духовная жизнь. Я говорю о том, что помимо его каких-то профессиональных качеств, ему необходимы душевные человеческие качества и хороший характер. Лидер должен быть склонен к философскому поиску. То есть, он всегда должен доискиваться до истины. He should engage people and inspire them according to their propensities. Он должен занимать людей и поощрять их к тем занятиям, которые будут соответствовать их природе и наклонностям. И лидер, который способствует развитию людей, видит и понимает их нужды и способствует их исполнению и развитию тех, с кем он связан, вот настоящий лидер. Ваше Величество, как Вы считаете, в России есть такой лидер на сегодня? Я надеюсь и молюсь о том, чтобы такой лидер нашелся. И есть некоторые из самых кривых лидеров в мире. Но с тем же, как известно, в истории России были жесточайшие правители среди всех прочих. Пример далеких теплых стран, конечно, очень заманчив. Однако и в истории нашего Отечества есть масса примеров, которые могут служить иллюстрацией практически для любого способа правления. На протяжении последнего столетия в головы россиян забивался образ монархии, связанный в первую очередь с угнетением и обнищанием народных масс. Пока деспот пировал в роскошном дворце, крестьяне пухли с голоду, с трудом добывая себе пропитание. Несогласные шли по этапу в Сибирь. Совсем несогласные уничтожались физически. Вот такие беды принес русскому народу проклятый царизм. Но нашлись люди, которые пришли дать народу волю. И далее. После этого обнищание уже не происходило, потому что ни у кого ничего просто не было. Все было общим, а общего было мало. На всех не хватало. С тех пор пресекались даже попытки свободного волеизъявления. Несогласные опять же шли по этапу в Сибирь. Совсем несогласные снова уничтожались физически. В свое время англичане ссылали заключенных в Америку. Удивительно, но Сибирь при этом Америкой отнюдь не стала. А россиянам с десяток лет назад снова дали волю. Ваше Величество, мы поговорили немного о России. Решили, что монархия лучший способ правления. Теперь хотелось бы немного о вашем княжестве. Как оно управляется? Я писал несколько книг, которые затрагиваются темой монархии. Несмотря на то, что я являюсь высшим лекомным вождем одного из княжеств, я был рожден в Америке. Я традиционный правитель в этом штате, но также я отношусь к традиционным правителям в штате Гана. И там, где я правлю, я всегда говорю о важности отношений, основанных на любви. В правительстве он заботится обещал, необходимых для обычной повседневной жизни. Но с тем же мы стараемся прививать своим людям понимание высших ценностей жизни, некоторую духовность, мораль и этику. Если речь идет о любви, о понимании, значит, в вашем княжестве нет выборов? Да, выборы не нужны, потому что, в принципе, человек может найти себя в других каких-то сферах деятельности, где он может иметь влияние и оказывать влияние на ход истории, в связи с своей профессией и той сферой деятельности, за которую он отвечает. И там происходят выборы. Система докрывает, что царская династия продолжается тем, кто не принадлежит к царской семье. В этом случае происходит своего рода выборы. Есть главы государства, традиционные правители, очень компетентные, знающие, понимающие люди, которые выбирают того, кто смог бы стать достойным королем или королевой. В одном древнем писании сказано, что подлинный правитель должен знать настолько хорошо своих подданных, насколько мать знает своего дитя. Ваше Величество, в вашем княжестве вам это удается? Каждый день предоставляет нам новую возможность что-то улучшать. Нигерия когда-то была колонией Британии. Поэтому совершенно неудивительно, что экспертом африканского монарха будет британский принц. Ваше Величество, хотелось бы все-таки вернуться в княжество Варии. У вас в княжестве есть политические партии? Что вы будете делать, если у вас заведутся коммунисты? Между тем, в Нигерии, в Африке существуют политические партии, хотя параллельно с ними есть и короли. Есть избираемые политические лидеры и есть традиционные лидеры. Что бы вы пожелали российским избирателям в этом году? Кого бы им пожелали? И не стоит ли России вернуть наследственного монархия? Я думаю, что, based on so many variables, the best system at this time is actually democracy. До тех пор, пока монархи не разобьют должных качеств. И также будут достаточно развиты те, кто будет находиться у них в подданных. Я думаю, что для лидера очень важно исполнять не только нужды, какие-то обычные повседневные нужды людей, но также думать о высших ценностях жизни и ее высшем смысле. Потому что человек сам по себе духовен, и само его сознание располагает каким-то откровением и поиском высшего смысла в жизни. Потому что человек, он не одно лишь тело, он его ум, разум и также душа. И лидер, он должен воспринимать человека не лишь как его тело, а как собрание всего этого в совокупности. И кроме того, лидер вложен в полномочия и благословение Бога. И его должны любить и благословлять не только подданное, но и Господь Бог. И даже если лидер не слишком духовен, в любом случае он должен понимать, что какое бы благо это не принес другим, он непременно вернется к тебе. И кроме того, нужно знать, что полномочиями нужно делиться, их нужно передавать, потому что это проблема 20-21 века. Мы знаем, что те, кто не передают полномочия и обязанности другим, в конце концов терпят крах. И сейчас информация достаточно, люди достаточно высоко информированы, есть множество средств массовой информации. И сейчас люди гораздо чувствительнее ко всем переменам и больше задумываются о том, что происходит в правительстве. И потому главное, чтобы люди были достаточно умны выбирать тех лидеров, которые обладают мудростью и достаточным знанием и добротой. И тогда, несмотря на то, что все мы такие разные, объединенные высшим принципом жизни, мы можем тесно сотрудничать с друг другом и быть одной большой семьей. И также великий бич современности, потому что мы отгораживаемся друг от друга, разделяясь на секты, различные оппозиции. То есть эта конкуренция и сепаратизм существуют совершенно в разных сферах жизни. Но с тем же мы должны учиться, как мы можем быть одним единым целым. А потому что сейчас мы очень тесно связаны друг с другом, и мы не можем жить независимо. Мы один большой мир, нас много, но мы один мир. Это как одна большая картина. И мы можем либо выжить все вместе, либо все вместе умереть. Давайте мы будем вместе жить. Коль у нас сегодня все сплошь высокопоставленные гости, то и мнение президента демократического государства, наверное, будет совершенно не личным. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы мы строили свою работу вместе с парламентом, чтобы основные параметры, основные принципы, основные цели, которые ставит перед собой государство, были общими как у исполнительной, так и у законодательной ветвей власти. И тогда мы будем свидетелями реального движения России вперед. Понятно, что за 20 минут, пусть и с привлечением столь компетентных собеседников, мы не в состоянии решить вопрос о пользе монархии. Однако ж, кое-какие закономерности все-таки прослеживаются. Британцы, которым содержание двора обходится в копеечку, да еще и немалую, 50 лет упорно пытаются эту самую монархию убрать и столь же упорно сами с этим не соглашаются. А испанцы, которые за 20 век повидали и демократию, и диктатуру, демократическим, собственно говоря, референдумом, эту самую королевскую власть у себя и восстановили. Да и вообще, субъективно кажется, что монархии богаче и устойчивее любого другого способа правления. Взять, например, Арабские Эмираты, Ирак и Венесуэлу. Везде есть нефть, а живут по-разному. У Уинсона Черчилля есть знаменитый афоризм. Демократия – это отвратительная форма правления, но ничего более совершенного пока не придумали. Обычно все акцентируют внимание на второй части этой фразы. Так ведь есть еще и первая. С вами была программа «Четвертый глаз». Очкастый взгляд на политическую жизнь при камне. До встречи на следующей неделе на канале Ураунфронт ТВ. И напоследок. Может быть, это звучит странно, если у вас монарха, но я думаю, что демократия – это меньшее из зол. Продолжение следует... Продолжение следует...